24-й по счету турнир на этот раз принимает солнышко. Пансионат, который находится в Адлере, встретил около сотни любителей настольной игры. На церемонию открытия настоящего праздника русских шашек, как называют его организаторы, приехали настоящие повелители черно-белых фишек. Здесь призеры первенства мира, победители первенства Европы, тут и игроки, которые постоянно ездят. Дело в том, что раньше очень много времени мы проводили чемпионаты мира с призовыми фондами. Сейчас я основное внимание уделяю ветеранам, инвалидам и детям. Почему детям? Потому что сегодня шашки – это не спорт. Как ни странно звучит с моих слов, президент Международной Федерации русских шашек – это инструмент для воспитания нормального поколения. О важности и необходимости формирования логического мышления у детей говорит и опытный тренер Николай Красноперов. Он привез на первенство мира свою воспитанницу. Восьмилетняя Алана Плиева уже может свободно играть с маститыми ветеранами. Шашки, подчеркивает Николай, лучшая подспорья для формирования умственных способностей ребенка. Развивает логику, мышление, принятие самостоятельных решений. В возрасте от шести до восьми лет формируется мысль, слово и мысль действия. То есть дети, которые занимаются шашками, у них мышление развивается. Юные шашисты играют в двух возрастных группах. Сегодня среди них был разыгран комплект медалей по блицу. Люди с физическими ограничениями и ветераны спорта начнут борьбу в субботу. Помимо шашек они также сыграют в нарды, теннис и дартс. Итоги турнира подведут 6 октября. За это время участники фестиваля не только будут соревноваться в мастерстве, но и смогут отдохнуть. Татьяна Говоркова, Вадим Даниловский, телекомпания ФКТ.